всем привет ну вот там недавно меня спрашивали как мы проводим выходные как полина проводит выходные вот так приехали в лес и сейчас будем стрелять сегодня у нас суббота решили вот выехать пострелять первый раз будем стрелять вот из этой новой винтовки это 22 калибр и это полинина винтовка она ее получила в подарок на день рождения и у нее было задание правда прочитать инструкцию которую она еще не дочитала сама собирает так вверх там чуть-чуть надо приподнять вот там вот мишени вот это вот поближе мишени это для пистолета а вон те вот которые вдалеке это мишени для винтовки где-то 45 метров кажется сверху тоже не ставишь видишь как я держу здесь можно держать где угодно можно держать но только не сверху главное на кого ни на чего не направлять что ты не будешь стрелять лучше всего направлять если ты стреляешь по мишени лучше всего чтобы она лежала все время туда направленная это мишень где-то 45 метров да стоит где-то так ярдые метры они почти одинаковые тут еще всякое барахло вот магазин на 25 вот такая тут природа там вот дорога проходит основной хайвей по которому мы приехали метров 500 отсюда и здесь вот холмы да чат и сюда что ты там спят по ледам в машину залезли жарко да сегодня жарко мы когда выезжали радостник уже 28 показывал в тени сейчас уже почти пол первого дня в общем вот дерево еще какое-то то ли лиственное то ли сухое не знаю в основном здесь леса сосновые вот Полина сама заряжает магазин патроны вот такой маленький магазин специально чтобы с тем длинным не возиться сколько сюда дерево патронов лазит? это 10 тут черный 25 специально если уже хочешь повеселиться так целишься красная точка должна быть в центре мишени но она очень большая ну да я знаю она почти мишень закрывает ровненько закрываем мишень попадает по крайней мере может от земли отскочил нет о чуть чуть выше надо доча о а теперь чуть чуть ниже неплохо нормально это уже нормально о вообще хорошо если второй глаз откроешь можешь видеть мишень о вообще почти в центр попала все когда щелкнет и не будет выстрела о ну в восьмерку точно попадает или в девятку даже все все теперь проверяешь 10 патронов ставишь на сейфти так теперь открывай экшн все ну все вот так лучше всего вот дай покажу вот и раз вниз его так ставишь на этот самый предохранитель только ты сама все должна делать потому что видишь я держу твою винтовку подержи там и отпускай нет сейчас я покажу о все встало видишь теперь смотришь чтобы там не было патрона нету патрона давай магазин тоже достанем все нету патрона затвор открыт экшн можем сюда пошли посмотрим Андрей установил такие еще оранжевенькие мишени они керамические разлетаются в общем для пистолета сейчас из пистолета стрелять а это я постреляла только что винтовка это конечно она немного как-то вниз стреляет то есть я целилась не в красный кружок а даже по самому верху мишени тогда вот эти в центр попало это первое когда пыталась целиться в центр мишени я еще сегодня свои очки забыла которые мне нужно для того чтобы вдаль смотреть так что не сильно видно а ну Полина она два раза стреляет эй это мое почти в центр начинаем оттуда теперь в мишень отсюда наверно не видно попал не попал оранжевые что это все мимо а дырочки в них пробиваются они не разлетаются просто да а точно дырочки все сейчас Андрей по этим оранжевым из пистолета будет так а теперь самая неприятная часть вот это вот все убирать сейчас будем вот мы уже гильзы пособирали вот букетки это из винтовки Андрей там от пистолета отдельных пособирал так ладно я сейчас так на камеру не попаду сыпать ну да вот все чистота и порядок сейчас собираемся и уже все езжаем еще одна мишень осталась видерной так все постреляли сейчас мы едем здесь такая небольшая ну то что это кафешка ларек можно даже сказать есть но там очень вкусные фруктовые смузи да да милкшейки молочные коктейли они же не все они есть просто фруктов да с кусками фруктов и они там иногда эти ну флаг наш нам ставят или да в общем едем посмотрим открыты они или нет потому что еще все таки не сезон но гугл говорит что должно быть открыты у Алина тебя показывают Ох Полина спит у Алина спит у Алина с Алина спит Вот подъезжаем. Вот он, этот ларюк. А, кстати, что у нас есть? Тут только, конечно, принимают. Вот, кстати, нанимают. Написано help wanted. То есть телефон. Да, тут работу предлагают. Вот в таком месте. Стекло грязное, прошу прощения. Please leave your dog in the car. Где там написано? Да. Оно раньше не написано. Довольно популярное местечко, просто киосок. На народу всегда много. Вот такую красоту с цветочком делают. Там вишенка. Еще спринклс каких-то насыпают. А потом Полины с голубым цветочком. Ой, так, не двигай. И он Андрей свой несет. И цветочек желтый. А у тебя с желтеньким цветочком. Такой попался. Красота. Все, Денис пока не растаял. Кто-то меня просил снять и вообще рассказать об американской деревне. Ну, это вот и есть, где мы живем, считай, американская деревня. Вот коровы пасутся. То есть фермы. Да, здесь нет такого понятия, как у нас в деревне, чтобы там домики стояли. Ну, в смысле деревня, вот она отдельно. Здесь либо город, либо отдельно дома за городом. Вот, например, как вот этот, где он там на холме среди деревьев. Вот. Либо фермы. Это те, у кого много земли. И те, кто именно выращивает что-то. Либо животных разводит. Занимается. В нашем понимании деревня, это здесь city маленький. Или town. Маленький town, да. Маленький villages называется. То есть маленькие городки, но они все равно больше... То есть там все есть, все, что нужно для жизни. Здесь нету village, это из Европы. Ну, в Мичигане же. Декстер. Это village, скорее всего. Декстер village. Там? Да, я знаю. Harney Peak. То есть вот, могут дома вот прямо так в лесу стоять. Кто-то себе построил и живет. То есть сел на машину, доехал минут 10-15 до ближайшей цивилизации. Ну, вот те, кто занимается, если вопрос был в том, кто именно выращивает животных и как здесь все, это фермеры. Это опять же, это человек, у которого много земли, и он только тем и занимается, что выращивает. Но эта ферма, она не находится в деревне. Она как бы, может и возле города находиться. В черте даже города. Ну как, нет, в черте города нельзя животных разводить. Обычно в центре, наверное, его земель. Ну да. Бывает, что земли просто снимают. Живут где-то за несколько часов даже езды, как вот, допустим, на север, если поехать. Они там не живут. Там земли. Они туда привозят молодой скот, высаживают. Они там пасутся, проверяют периодически заборы. Если надо какую-то кормёжку, привозят кормёжку. Типа все на салон, потому что они там круглый год. Скот. И когда уже скот набрал вес, приезжают, загружают в прицеп и увозят. А живут совсем в другом месте. Да. То есть, вообще вся Америка большая деревня, я бы так сказала. Кроме самых крупных, больших городов, мегаполисов, Америка она вот такая в основном. Там, где нет населения, если такого, как его по-русски сказать, там было опять. Где вообще мало населения, то в основном всё природа и природа. Больше всего население, конечно, на побережьях. Ну и в крупных городах концентрируется. В крупных городах, вокруг крупных, в крупных городах. Вон там, Арнипик где-то, да? Ага. Арнипик, это туда мы ходили несколько раз пешком. И завтра мы ходили. Оттуда очень красивый вид. У нас тут видео есть тоже где-то. Я хочу завтра в Reptile Gardens. Посмотрим, что завтра будем делать. Всё ещё не решили. Всё, сейчас уже едем домой. Ну вот, 15 минут езды. И мы уже оставили горы и дикую природу позади. И въезжаем в город. Здесь, да, окраина пока что. Ну, в смысле, да, город. Ну, это край города. Да, вот апартменты какие-то. Хороший вид. У них незакон, наверное. Ой. Вот, а здесь это частный сектор. То есть там домики с... Здесь вот ещё апартменты. Твоё стекло совсем грязное. Когда приближаешь плохо видно. Дома. Это здесь более новые дома. То есть самые старые дома находятся в центре города. Потому что именно оттуда город как бы и разрастался. А на окраинах сейчас строят новые дома. То есть самые новые, они как бы близок к краю получаются. А это вот что? Это банк. И здесь же вот и магазины. То есть самый край. Да. Виноводочные там и мясной магазин. И фитнес-клуб рядом с ликёром. Позанимался, а потом пошёл, подкрепился. Масково сменул. В ту сторону там дорогие дома. И вон на горке дорогие дома стоят. А, на той горке. Вот эти вот миллионные дома у нас тут. Вот тут особенные. За этим, за белым. Рыжий такой. Ну да. Такой хороший район. Смотрим, а даже строят вещи. Кто-то строит. Ну да, домик интересный. Вот такая большая территория. Рыжий. Протекает. Всё равно так возле дороги я бежать не хотела. Во-первых, возле дороги плохая. Вот, надо наш дом с горки показать. А где он? Вот отсюда ж не видно. Так, это ещё не... Нет. Я знаю. Здесь дома тоже. Неждалеки. Да, эти дорогие дома. Забора не видно. На горках тоже. А, ну всё это закрыл, не успел снять. Церковь. Здесь живут апартменты. Вот эти зелёные. Довольно старые. По моему апартменты. А слева здесь гольфовое поле. Вот ещё апартменты тоже перейти. С фатанчиком. С фатанчиком. Сейчас проедемся по нашему району. Полина вырыбалась. Здесь уж дома отличаются. Потому что, как я уже в предыдущем видео сказала, здесь они старые. Минимум по 40 лет. Потеплело. Народ стал выезжать на своих раритетах. Тут две стояло. Пока я магазин сходил, одна уже уехала. Что это у нас такое? Chevrolet. Impala, наверное. Точно. Impala. Симпатичная такая машинка. Subaru такая, как моя. Кто-то на ней некрасиво влетел. Где-то в какую-то грязь. Подвеска ушла. Морда вся в грязи. Там бампер. Остатки бампера. Непонятно как-то. Поворотник потерян. Крутануло её там что ли. Стекло заднее разбито. Бампер тоже сорвало. Это WRX. Это более мощная с турбиной машинка. У них, по-моему, крылья чуть-чуть. А нет, крылья такие же, как мои. Не раздутые, но чуть-чуть побольше лошадок. Грязь везде. Резина зимняя ещё стоит. Мне вроде не кувыркался, но странный и перед, и зад весь ободранный. Так, здесь сейчас на холме ветер. Так что я не знаю, будет меня слышно или нет. Вот мы оттуда приехали, когда стреляли. Вот вдоль этого забора. Сейчас я покажу, где наш дом. Чтобы представление имелось. Вон Олина машинка стоит. Вот он наш дом. Вот на таком холме. Для тех, кто собачек своих выгуливает вдоль забора. Вот на углах такие штуки кто-то сделал. Туда наложил обыкновенных магазинных пакетиков. Чтобы за собой убирали. Чтобы не было у них отговорок. Сирень у нас перед домом скоро распустится. Кусты высокие, но что-то как-то не очень много у них цветочков. Вот ещё один кустик. Этот свежеподстриженный, поэтому может быть немного. Но ничего, будет своя сирень. Какие-то листики тоже мелкие. Наверное, другой сорт. Даже вот отличается от этого. У этого крупные листики, а вот рядышком мелкие листики. Ну посмотрим. На этих кустах, которые рядом, на них тоже. Вот цветочки. Ещё хочу показать. Вчера мы Дасте вот такую штуку купили. Чтоб ей было удобно сидеть и в окошко смотреть. Вот нравится, спит здесь. Она ещё играет внизу. Да, ещё там дырки такие прикольные играет. В одну запрыгивает, в другую выпрыгивает. Охраняет оттуда. Ой, ой, ой. Котёра. Итак, суббота у нас продолжается. Я вот здесь курицу размораживаю. Вечером будем её грилить. И ещё креветку тоже грилить. Уже вечер. Ещё только 5 часов. Часом 7. Что это? Креветки. Будешь есть креветки? Пальня у нас креветки не любит. Хе-хе-хе. Вот. Андрей пошёл травку покрасить. Хе-хе-хе. В этом году у нас травка, конечно, такая. Газоном это назвать сложно. Особенно вот здесь. С этой стороны стоять с проклещенными. Нужно сеять нормальную траву и ухаживать за ней. А Полину я вот тут припахала веранду помыть. Так что все трудятся. Вот так. Вот так. Хе-хе. Вот Андрей уже туда перебрался. Вот здесь у нас травка получше выглядит. Еще у нас вот здесь на Бакьярде травка красивая. Высокая, пушистая. Сейчас Андрей придёт её сюда просить. Уже идёт. Слышно по звуку. Ну, мягкая такая. Хорошая трава. Ну, а там, конечно, с проклещенными. Все. Вечер за окном темно. Оля приготовила такое вот вкуснятие. Ну, я её с вином пью. Креветки, с помидорами. Я не пью. Я вино пью. Я вино пью. Пью с вином. Ем с вином. Ем с вином. Ем с вином. Какая разница. Вот. Там с помидорками и какой-то чесночный соус. Вкусно очень. Курица не до разморозилась. Будем её грелить завтра. Вот. Дастин фонтанчик. Она у нас привередливая. Вода побыла в нём где-то сколько? Недель. И всё. Ходит. Мяучит перед ванной. Дайте воды. Я ей фонтанчик показал. Не хочет. Оля сказала, надо поменять. Я поменял воды. Сполоснул фонтан. Да. А то Андрей хотел раз в месяц менять. Налил свежей воды. Она тут же прибежала, попила. Потом бежала, ещё раз прибежала, попила. Такая она у нас привередливая. Ну и вот заодно, не знаю, показывали или нет, фонтанчик в действии. Симпатично так. Водичка плёскается. Я его поставил на таймер. Он включается. Минут на тридцать. И потом час молчит. Так, чтобы много воды не испарялось. А нет. О. Джакузи. Пока бурбалки не включали ещё. Я вижу. Тихо. Сверчков послушать дайте. Там как сверчат. Где это? Тихо. 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 Вся мокрека. Тихо. 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 Джонни Кэш, конечно, лучше, вы поймете. Что? Джонни Кэш лучше, понимаете? Да. Пел. Интересно, соседи тоже сидели в жакуле среди дня, без пузырей? И долго сидели, пока я с ними разговаривала. Они просто, наверное... Какие соседи? Я не щупал у них воду, они через дорогу какую-то. Может, бассейн себе сделали. Да, да, может, просто бассейн. Хорошо так покосился сегодня все быстренько за три часа. Да. Ноги болят, руки болят. Сейчас хорошо так попариться. Париться. А у тебя, Полина, ничего не болит? Мы же тут забыли сказать, Полину записали в бассейн ходить. И у нее вчера была первая тренировка. Сколько вы вчера проплыли? А где-то... Ой, не знаю, сколько они расплавали. Где-то 200. А, ну, то есть назад, то есть туда это 25, и потом назад это... Ну да, и раз 8-10 точно туда-назад. Много. Целый час, считай, без остановки туда-сюда, туда-сюда разными способами. Больше, чем 100, потому что один раз вместе 100 заели в один. Думаю, что да. Полина вчера говорила, что у нее ноги болят. Но сегодня, говорит, вроде уже не болят. Четверть километра проплыло. Ну. Будет теперь в бассейн ходить. А ты на сколько дня? На 5.30 вечера. Нет, на сколько дня? На сколько дней? Два раза в неделю, наверное, пока. Чаще тебя не получится водить пока. Ура! Да. Когда? Ну, посмотрите, я уже не помню расписание. Я забыла. После школы? После школы, да. Субтитры сделал DimaTorzok